добрый день должен вам сказать что вчера я был на курсах повышения квалификации лекторов да есть и такое и там была такая ситуация на мне очень очень понравилось я решил с вами поделиться ситуация следующая нам рассказывать как это важно читать лекции как важно рассказывать истории правильно насколько это включает воображение очень интересная лекция о том как правильно использовать историю какие-то майсис в лекции очень хорошо и встает один молодой человек даже не видел он стоял сзади меня в аудитории сидел смысле и говорит а вот вы сказали что нужно готовить лекции вкладываться в это а как же я буду развиваться в торе я же не смогу сторона же большая там если я буду заниматься одной темой как я буду заниматься другой смотрите какой там большой книжный шкаф как я стану хорошим мудрецом тора как буду знать тору если я буду все время концентрироваться только на лекциях и лектор который нам читал лекцию он рассказал прекрасную историю с которой я хочу с вами как тот с который 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 я хочу с вами поделиться сказал так что однажды жена араби ария левина пошла к их мехутену то есть к значит рав ильяшев был женат на дочери рав ария левина равляшев один из глав поколения недавно умер примерно 5 лет назад 7 лет назад 7 лет назад умер равляшев великий поисок знаток аллахи и он был зятем у араба ария левина то есть дочь рава релевина была замужем за равом ильяшев а у равляшева был дедушка великий каббалист которого звали раби шлом ильяшев он был баля лишь написал очень мощную каббалистическую книжку которая на самом деле является как бы основой каббалы которую изучают в современности очень много как бы очень-очень был большой мудрец который на уровне такого что на его похоронах люди видели какой-то там светящийся шар человек невероятного духовного уровня и вот приходит жена рава ария левина и говорит задает вопрос своему дедушке своего зятя который был главой поколения великим мудрецом тор и говорит уважаемый рав шлома у меня к вам очень серьезный вопрос вот мой муж раби ари левин вы знаете да что он занимается проблемами многих заключенных то есть он ходил известно что аварий левин ходил навещать заключенных в тюрьму есть даже целая книга он действительно очень много времени уделял заботе о заключенных о прокаженных о больных довых и сиротах и т.д и задает вопрос задала вопрос жена рава ри левина все хорошо он делает заповедь занимается хэсидом делает добро но как же он вырастет в торе как он вырастет в торе ведь это же берет у него время которому могу посвятить изучению тора нужно понять да представляете до какой степени эта женщина понимала насколько важно изучать тору вкратце можно ответить что если может быть он будет больше изучать тору может быть у этих больных узников прокаженных все их болезни они как бы за счет его тора который он будет учить они у них как бы может быть и пройдут может быть ну как бы в принципе тора приносит благословение в мир и может быть у этих нет но в принципе так сказать миру станет лучше от того что в нем будет больше святости торы поэтому кто сказал что нужно заниматься этими делами если мой муж из-за этого меньше занимается торы ответил шлома ильяшев так у него есть помощь небес в том что он делает видно что это помогает людям что всевышний как бы участвует в этом процессе людям становится лучше они чувствуют какое-то состояние которое как бы делает им ощущение какого-то освобождения исцеления от того что в арии левин твой муж ими занимается он сказал да конечно есть абсолютно назначен а он чувствует что-то какое-то удовлетворение от того чем он занимается да конечно это его предназначение в жизнь так сказал ильяши это его предназначение в жизнь и вот эту историю хотел рассказать если человек чувствует что то что чем он занимается это если этого помощь всевышний он чувствует что всевышний как бы с ним и он чувствует что у него есть его душа чувствует удовлетворение от того чем он занимается это его предназначение в жизни очень многие люди задают этот вопрос как найти предназначение в жизни вот так ну а на вопрос этого молодого человека лектор сказал если тебе не горит давать лекции преподавать может быть это не твое вот такая история мне очень понравилось напишите скажите как вам спасибо большое спасибо спасибо Продолжение следует...